Здравствуйте! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным в студии Елена Тиханович. Горящий след в перерабатывающей отрасли. Сегодня ночью горела пилорама по улице Долгобродской. Пламя уничтожило порядка 30 кубометров обработанной древесины. Кроме того, серьезно повреждены кровля и навес строения. Эвакуации не понадобилось, так как работников на пилораме в это время не было. Причины пожара выясняются, не исключен поджог. Поначалу сообщение о пожаре поступило совершенно на другой адрес, потому что заявитель, который позвонил первым, увидел пожар со стороны другой улицы. Но когда спасатели прибыли к месту, они увидели, что пожар происходит на улице Долгобродской. Когда спасатели подъехали непосредственно к месту пожара, было установлено, что на месте горят отходы деревообработки, а также расположены рядом деревянный навес. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет. Велодорожка «Призрак» в заводском районе. Новые пути объезда улицы Воронянского и первоапрельский сюрприз для минчан. Интересные подробности этого дня не упустила наш дежурный по городу Анастасия Винчон. Без указателей и подъезда попасть на оборудованную велодорожку со стороны улицы Ильимской минчане не смогут даже при большом желании. Нетронутая природа, чистый воздух и высокие сосны. Прокатиться тут будет рад каждый любитель велопрогулок. Правда, многие горожане даже не догадываются о существовании специально выделенной для этого дорожки. Нет ни указателя, ни оборудованного подъезда. Знают ли о местных красотах прохожие, наша съемочная группа решила узнать у самих минчан. Скажите, пожалуйста, а вы знаете, что здесь расположена велодорожка? Нет, не знаю. Так по лесу гуляем, никогда не слышала. Люди, которые живут тут, знают. Многие знают. Ну, даже не велодорожка, тут же совсем другое что-то. Проезд запрещен. Улицу Воронянского временно закрыли для движения. Взамен автолюбителям предлагают альтернативный маршрут. Автолюбителям на время придется исключить улицу Воронянского и своего маршрута. Из-за строительства третьей линии метро часть улицы перекрыли на два месяца. Горожанам предлагают новую схему движения. Объехать участок под кирпичом можно по улицам Могилевской, Чкалова и Жуковского. Со стороны Денисовской, там нет никаких знаков, что дорога перекрыта. Вот, и я сегодня объезжал по Денисовской. Ну, это очень затратно и по топливу, и по времени. Конечно, ждем, чтобы вот это вот все неудобство убралось отсюда. То есть можно было спокойно пройти. Красивые были деревья, там дома. Праздник смеха и веселья. Актеры молодежного театра эстрады поздравили минчан с первым апреля ярким театрализованным шоу и яркой клоунадой. Неожиданность их главный конек. Студенты Института культуры и искусств по-своему решили поздравить всех с Днем Смеха. Переодетые в забавных клоунов, они ворвались на занятия и от души повеселились студентов и преподавателей. Так, это настроение, расскажи, 1 апреля. Яркая клоунада разрядила учебную обстановку. Студенты признались, теперь 1 апреля их любимый праздник. Очень приятно, что к нам согнули такие веселые, прекрасные клоуны, с которыми очень весело продолжать наши занятия. Ваши видео, факты и звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт, сетевиточка.беораздели форум, звоните по телефону горячей линии единица 600-700 и помните, нам важны подробности. Трудотерапия выходного дня. В столице подвели промежуточные итоги весеннего марафона чистоты. За два уикенда с лопатами и граблями за порядок на улицах столицы сражались почти 150 тысяч минчан. Высадили около 7 тысяч деревьев и кустарников. А силами дорожных служб отремонтировали примерно 10 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Впереди еще две трудовые вылазки. Городки власти призывают всех жителей пополнить резерв зеленых и приумножить результат. Минзеленстрой объявил, что уже начнется высадка цветов. И к 9 мая мы думаем, что уже наша столица будет идти так вся. Поэтому работа, вы знаете, она постоянная. Она продолжается. Спасибо, конечно, огромнейшее жителям города Минска. Они очень охотно откликаются. Исторический центр столицы в этом году украсят новые скульптуры. Одна из них появится в Верхнем городе. Это образ иконы Минской Божьей Матери. Ее презентуют широкой публике летом в честь 500-летия явления святыни на водах с Вислочем. Прозрачный обелиск будет имитировать реку, над которой возвысится ладья в виде птиц и вестника с иконой. На создание этого памятного знака дал благословение митрополит Минский из Аславский, патриарших Ерзаксия Беларуси Павел. А вот на площади Свободу городской ратуши установят памятник композитору Станиславу Манюшко. В компании не менее известны персоны белорусского драматурга Винсента Дунина Марцинкевича. Практически уже прошел художественный совет, этот памятник, и планируем в этом году реализовать его. В историческом центре мы все объекты, которые начали, мы должны закончить. Но мы за территорией исторического центра занимаемся тоже реконструкцией памятников архитектуры, в том числе Академии искусств. В этом году мы начали национальный художественный музей. У отечественного электронного проездного сегодня день рождения. Ровно год назад, 1 апреля, Минск полностью перешел на новую систему оплаты и контроля транспорта. В лексикон прочно вошли такие слова, как валидатор и смарт-карта. Оправдало ли себя ноу-хау? Мнение Минча наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. Для города это лучше стало. И что контролеру легче пришел, проверил, раз, раз, раз. Ну всем легче. Пользуюсь постоянно, практически могу. Удобно, практично, не надо далеко лезть. Все в кошельке, приложил и используешь карточку. Единственный минус, это, конечно, что если едешь компанией, у вас человека 4-5, это надо полчаса стоять и штамповать по каждому талончику. Можно карточку приобрести, да, и проездной считается. А не когда стоишь у водителя, покупаешь этот билетик, пока все пройдут, и быстрее осуществляется движение транспорта. Новые городские подробности завтра в это же время. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Елена Тиханович. Всего доброго и до встречи.